Здравствуйте, друзья! С вами Маракаси. Сегодня я хотел бы показать вам хороший бой на среднем американском топовом танке N48A1 Patton. Этот танк, как вы наверняка знаете, недавно апнули, ему улучшили стабилизацию на 33%, разброс при повороте башни снизили, также немножечко ДПМ апнули и время сведения. Ну и еще и до этого апы были, но в итоге сейчас Patton, ну, теперь стал гораздо поактуальнее, играть на нем поприятнее и можно даже выдавать вот такие вот бои. Конечно, по-прежнему танк весьма уязвимый, картонный, ну, классический танк поддержки второй линии с хорошими УВН. Бой произошел на карте Песчаная река в режиме Шторм, играет тут Сеня. Ну и, в принципе, игрок весьма правильно действует, он использует стандартную, скажем так, тактику для этого режима, для такого танка, как Patton, пытается тут высветить противников, вывести, ну и за счет УВН удобно их выцелить, выстрелить по ним и спрятаться. Правда, непонятно, что тут делают такие союзники, как Т-10 и КТ, у них-то УВН нету, и единственное, что они тут делают, это отхватывают и мешаются. Также, в принципе, тут стоит отметить, что нету артиллерии, поэтому она тут не может кидануть как следовать. Танк этот все-таки большой по размеру, и попасть по нему можно без особых проблем. Снизу противник кидает, и сразу же Сеня едет на помощь, начинает дамажить Фоша, тот мажет, а значит появляется еще одна возможность внести ему урон, но тут более, скажем так, приоритетная цель шотная была, поэтому пришлось по нему отстрелять. Кумулятивными снарядами игрок стреляет, ну в принципе оно и правильно, так как совершенно нету времени что-либо выцеливать, и кумулями пробивается, но все очень просто. Ну и этот Фош явно долго тут не проживет, учитывая, что апнули ДПМ этому танку, теперь он не такой плохой, как было раньше, и вполне можно разбирать за счет него противников быстро. Получается забрать Фоша, также вдалеке там наверху светится Е50М, ХП у него меньше всех тут, и нужно его добирать по возможности. Сеня высовывается, успевает нанести противнику урон, и заметьте какая стабилизация сейчас у Паттона, получается все-таки врага забрать, и это очень даже неплохо. Высовывается Т-10, удается его сгустеть и нанести ему урон, но Т-10 чинится, и еще голдой пробивает Паттона. Ну и, конечно, было бы неплохо забрать этого китайца надоедливого, и все-таки удается это сделать. Ну и теперь один Т-10 без поддержки уязвим, его будет проще забрать, хотя не сказать, что он, конечно, слабый, все-таки танк тоже аппалит, а много раз у него весьма мощные орудия, ну и броня крепкая. Противник промазал, получается его пробить, далее Т-10 просто в наглую выкатывается и дает плюху Паттону. Но так как ДПМ явно на стороне Паттона, получается просто перестрелять неприятеля. Сзади засвечивается КВ-4, но больше вот таких вот лобовых перестрелок танк явно не выдержит прочности, всего-то чуть меньше 500. Получается забрать Пантеру 8.8, вдалеке также светится ФВ-40.05. Снизу КВ-4 должен вроде как прикрывать, просвечивать, там если враги пойдут в атаку, то Паттон, конечно, об этом узнает. Узнает. Получается пробить Т-62. Враг весьма уязвим, но тут есть опасность получить плюху от этой ФВ-шки. Но ФВ-45.05, видимо, отстреливается, и нужно Т-62 забирать, пока есть такая возможность. Но помогает союзник, уничтожает противника, и ФВ-шка тут высовывается, получается пробить ее в борт. Ну и противник на КВ-4 снизу начинает немножечко поддавливать. Ну и, конечно, тут приоритетная цель это ФВ, так как у него самые мощные орудия, ну и поэтому Сеня сосредотачивается на ее уничтожении. Но ПТ-шка пока успевает уехать. Пытался игрок тут помочь КВ-4, но, в общем-то, не успел. Зато хотя бы противник теперь шотный. Успевает он пробить. Игрок выцеливает лючок, но, к сожалению, мажет. Времени до конца остается мало, но время работает в данном случае на игрока. Выезжает ФВ, стреляет, попадает всего лишь в гуслю. Очень повезло, что у противника сейчас там нефугасный снаряд был заряжен. Ну и теперь, в общем-то, шанс вытащить этот бой еще есть. И, к тому же, живой Охо, хоть он уже и потерял большую часть своей прочности, но все равно времени может, в общем-то, у врагов не хватить. Ну и потом просто так подставляться не будет. Учитывая, что все-таки скилл, все дела, он все и так, в общем, понимал в этом бою, что нужно тянуть время, ждать, когда противники сами подставятся. И вот выезжает КВ-4, получается его забрать. Ну и теперь можно даже задуматься о том, чтобы забрать ФВ-40-05, если противник подставится, конечно. И вот он выезжает снизу, и он отстреливается с союзника, забирает его. Ну и так как у ФВ-шки перезарядка долгая, дается ее забрать. Ну и к тому же у нее вообще-то много снарядов было. Итак, медаль Редли Уолтерса, основной калибр и воин. 10 209 урона игрок нанес, 9 танков он уничтожил. И даже нафармил 79 тысяч серебра каким-то образом. 2 326 опыта получил. Ну и на этом все, друзья. Спасибо за просмотр. Если бой вам понравился, не забывайте ставить лайк. Желаю вам удачи. Пока.